Всем привет дорогие друзья, это как вы уже догадались канал RusFPS Вот, на карантине, на самоизоляции пилим видосы, но перед началом его я хотел бы у вас... Да, сегодня так же без клики, без монтажа, комментируем матчи, сейчас включу В общем, во-первых, хотел всех, так сказать, призвать посмотреть мой видеоролик по... Сейчас, секунду В общем, видеоролик, футбол и челлендж, он... сейчас, загрузится в вирусный футбол Вот, во-первых, хотел сказать об абсурдности, потому что, во-первых, 45 просмотров всего лишь, хотя Реал Атлетику целых 85 Потом тут 10 лайков, там 12, но... учитывая то, что здесь 0 лайков, там 2 Я не понимаю, как это вообще работает То есть ты стараешься 5 часов над видосом, у тебя столько Здесь ты записываешь 20 минут, 21 минуту Выкладываешь, ну, там, превьюшку делаешь Теги, это уже не важно И 85, я не знаю, как это работает, я не понимаю Подписчики хотят хавать все, что угодно Я не понимаю, почему, что это, как это работает вообще Вот Сейчас, секунду В общем, поехали Вот, как вы уже догадались, сегодня у нас будет Реал... Реал... Тьфу, какой Реал? Барселона ПСЖ Вот Из истории мы знаем, что сезон 16-17 Да, это ФИФА 13-14, но как бы составы практически идентичные Вот, за исключением ряда игроков Вот, из истории мы знаем, что ПСЖ на своем, по-моему, на Парк Де Пренс Обыграл... Обыграл Барселону со счетом 4-0 Это очень крутой результат был Я думал делать два видоса или один сначала 4-0, типа, делаем, а потом уже вот это Но не так круто... Не так круто победа 4-0 Как ее безалаберное поражение на Кампноу 6-1 Следовательно, 6-5 по сумме и Барселона проходит в 1-4 Кстати, в предыдущем сезоне 15-16 Барселона взяла Лигу Чемпионов В последующей сезоне Барселона Лигу Чемпионов не брала Да Вот Вот так это работает То Рома в сезоне, по-моему, 17-18, тогда еще следил за футболом Сейчас, секунду То Рома, то Ливерпуль в 18-19 сезон тоже То есть, вот так это работает Вот Поэтому сегодня мы ностальгируем не по тому матчу, который проходил на Парк Де Пренс А по тому, который проходил на Кампноу Матч в Дэй мы включать не будем Потому что, ну, не надо это нам Вот, ну и выбор стадиона, конечно же, Кампноу Вот, да Все, выбор Нам нужен красивый Сексапильный мяч Поэтому я возьму Я возьму рандомный Вот он у нас Да Все Можно сейчас посмотреть состав Не знаю Насчет А, ну да, конечно же, нет Суареса Ну, я думаю, это нам не страшно Потому что, во-первых, мы сделаем Как? Мы сделаем так И мы сделаем так И все И все В принципе, тогда Неймар Был На Левом Но Почему-то здесь он на ЦФД Я не понимаю В принципе, он на левом Отлично играл Ну и у нас на замене будет Конечно А Роберто Который играл тогда на ПОЗ По-моему, на правом он играл Либо на левом Я уж точно не помню Как раз в том матче Он парочку голов и забил Поэтому он у нас будет И не СССР Но Роберто Как бы тут Да Вот Конечно же Конечно же Педро Ну, Фабрикас, естественно Так Ну и все В принципе Можно Да, можно играть Поехали На воротах у нас Вальдес По пенальти штрафные Капитан у нас почему-то Роберто А не Коротышка Где Нет Иниеста будет капитаном Правый, левый угол Это все нам не нужно В общем, все В принципе Можно начинать Да, составы В принципе Те же самые Почему такова Не на цопнике Как обычно У нас Да Шесть минут Мы будем играть сегодня Шесть минут Это получается Видос будет Приблизительно идти Полчаса Вот Так А что я говорил Там По-моему Да У Фифы есть такая Любимая фигня Как делать Крутых игроков На цопников То есть Если схема Не в два Нападающих А в одного Например А как это Происходит С тем же Зенитом Либо ПСЖ Либо Ну можно В принципе А, тот же Реал Реал ставит На цопника Бейла ПСЖ На цопника Стоит Ковани А Зенит На цопника Стоит Аршавина Хотя он И слева И справа Справа Не знаю Но слева Точно И в центре В центре У него кстати Лейтинг Больше Он Ну Не то чтобы Хорош Но Позволяет ему Его статы Играть Так Сейчас Секунду Я попытаюсь Сделать вам Звук Игры Сейчас Это все Сделаем Так Сейчас Максимум Звука И я думаю Вам будет Хоть что-то Да Слышно Да Ну Вам Ни хрена Не слышно Потому что Потому что Ну вот так Вот это работает Да Вам Вам по-моему Ничего Блин Походу Ничего не будет Слышно Не знаю Насчет звука Если Ну вот Видите Я максимум Поставил Поэтому Не знаю Если звука Не будет То Как бы Ну В наушниках Он есть В наушниках Он есть Он хороший Поэтому На всякий случай Я не буду Убирать наушники С того положения В котором Они у меня Сейчас стоят И И если Если Хоть какой-то Звук Будет Это Все равно Будет Плюсом Чем Его Не будет Вообще Там Какая-то Собака На улице Орет Я просто Сейчас На В секретном Месте Запис Слушайте Мне понравился Этот пас Да Все Немножко Так Ну Соседи Там Собаку Насилуют Просто Вот Конечно же Не могу Вас Не предупредить О том Чтобы Вы Принимали Активное Участие В деятельности Канала Я Не Представляю Как я сейчас Буду записывать Из-за Псины Вот Ну Мы переходим В нападение Естественно Вот Что нужно Для этого делать Чтобы принимать В общем Участие Нужно Предлагать Идеи Для Ностальгических Да хватит Псина Я надеюсь Вам не слышно Искренне Надеюсь Что вам не слышно Вот Какие-нибудь Идеи Предлагайте Свои Например Матчи Сыграть В ностальгических Видеороликах Кстати Я обещал Вам Сюрприз Но Из-за того Что сейчас Самоизоляция А вот Вот Да Да Я слышу Я уже Наконец-то Из-за Собака Перестала Лаять Я уже Слышу Я надеюсь Вам тоже Слышны Трибуны Компноу Вот И я забыл О чем Я говорил Да Вот А вот Насчет сюрприза Из-за Самоизоляции Так сказать До 30 Апреля Наш Лидер Сказал Что мы будем Сидеть дома До 30 Апреля Поэтому После После 30 Апреля Когда Будет Возможность Моих Родителей Ходить На работу Тогда Я Попытаюсь Это Сделать Вот Сюрприз Этот Вам Подготовить Я думаю Вам Понравится Вот Я Я просто Надеюсь Ну Вы По крайней Меди Поржете С этого Вот Так Неймар Ой Я опять Я опять Разучился Делать Финт Я опять Разучился Делать Финты Мои Любимые Которые Проходят На ура Особенно У Месси Должны Месси Не успел Сделать Финт Что Ну Мы Ведем 1-0 Поэтому Нам Тут Это Никакой Погоды Я думаю Не сделает Итак Роберто Так Роберто Давай На Бускет Цены Так Ну Мы Прижали ПСЖ Поэтому Так Роберто Нет Не получается Вот Пике Ну В принципе Даже Не смотря На То Что Я Не Монтирую Данные Видосы Они Мне кажется Приобретают Какую-то Индивидуальность Так Скажем Ламповость И уют Не знаю Как вам А мне Нравится Это делать Особенно Играть за Барселону Которая Может Вот так Вот Раскатывать Спокойно Мне кажется Я могу Даже Руки Вот так Вот Взять Опустить И Она Все Сделает Сама Ха Ха Вот Чаек Класс Ну Что тут Стандартно Передача От Неймара Кстати Мне нужно Было Нажать Не простой Пас А пас С Как сказать С Открыть Я забыл Как это Ну в общем Стеночки Забегания Сделать Вот Ну Неймар Сам Догадался Что ему Нужно Бежать Туда Побежал Собственно Говоря Здесь У нас Алексис Я понимаю Что Алексис Тогда уже Где он был Там В ПСЖ Или где Тфу Какой ПСЖ В Манчестере Вроде бы Сам не знаю Это же 16 Так Это Да 16 17 Не знаю Где он там был Вроде бы Уже В Манчестере Но Еще раз Повторяю У меня нет Возможности Качать 17 Часть Ну А из-за Одного Видоса Я Как вы понимаете Не буду Ставить Мод Который Там На сезонах 16 17 Но это Было бы Выглядело Бредово Ну И Голая Версия Она Сама По себе Индивиду А вот Это новая Анимация Я такой Не видел Если честно Нет Я видел Просто Как-то Необычно Она Мне Показалась Вот Ну А пока Что Пока Что Просто Тупая Игра Моей Команды Она Не Прессингует Поэтому Мы Ей Дадим Указание Собственно Говоря Прессинговать Если у нас Будет Такая Возможность Контер Атака Я не знаю Она Будет Полезна Но Фу Я не знаю Что делать Супер Футболисты Вот Вот Это наш Минус Вот он Искусственный Оффсайт Он нам Не Нужен Потому что Зачем Нам Голы Которые Сейчас Это Кто Лавеси Лавеси Серьезно Мне кажется Лавеси Не так Выглядит Или это Его Фейс В молодости Ну Удар Перспективный Но По Воробьям У меня уже Шея затекла Из-за наушников Ой Шея затекла И Лавеси Так Вальдес Вальдес Так Отберите Отберите Фух Слушайте Это было Это было весело Потому что Я Уже думал Что А тут Лавеси Пике Обошел И Слушайте Это было Перспективно Но еще раз Повторяюсь Мимо Ворот Вот Вот Ну и так же Карьеры Пока не ждите Потому что Ну Видосы По карьере Нужно монтировать А монтировать У меня сейчас Нет ни желания Ни Собственно говоря Ну время то есть Но желания нет И Лучше это Время Потратить На Просмотр Исторических Фильмов Либо Собственно говоря Прочтение Учебника Истории Поэтому Довольствуемся Так сказать Чем Можем Зря я Конечно Закрыл окно Но если бы я его не закрыл Ну просто душно стало Да Плохо я Лучше бы я За Вальдеса Вообще не играл Вот Если бы я открыл окно Еще раз повторюсь Было бы Слышно всяких Собачек Кошечек Ну и Пьяных Мужиков За Домом Ладно Шучу А может и нет Странно Почему то Неймар оказался На правом фланге Но это гол Это Это не гол Серьезно Кстати смотрите Замечу Без финтов Абсолютно без финтов Просто обыграл Ну я почему то Не понимаю Почему то Кстати Заметка Для тех Кто играет В Фу-14 Ну по крайней мере Неплохо Ищите Передачи Для паса В момент Вот такого Острого удара Потому что Ну как бы Вратарь Может быть Не из Слабых И Затащит Спокойно Ваш Удар Мне кажется Нужно было Не Роберто Ставить А Месси Ну ладно Как вы знаете Месси Может и головой Забить Ну тем более Это Фифа Поэтому Фифа Даст возможность Месси Забить С штрафного Так Это у нас Неймар И это Штрафный удар Как раз таки Для левой ноги Месси Не очень Но я постараюсь Так А где там Вратарь Е-мое Давай Я постараюсь За Месси Забить И это Практически Там еще Вот одна машина Проехала Вот Ну слушайте Это было У нас сегодня Фраза дня Пирспи Что это на колбол Нет Вы просто посмотрите Сначала он Нет Это Ребят Смотрите Внимательно Смотрите Сначала Он идет Немножко правее Потом он идет Влево А потом опять Вправо Видите То есть он Туда сюда Его колбасит Либо Это такой мяч Ну он Черно-белый Так сказать И Ну Если внимательно Присмотреться То он Летит Это мое хобби Следить за Кажется что Прямо удар Вот Тупо прямо удар Но Если мы Присмотримся Так То В общем Ценители Красивых ударов Пишите в комментариях Накл Или Какл Это Бол Вот Каклбол Или Наклбол Вот Ну мне кажется Немножко Он там все равно Покрутился Удар Неплохой Но Безрезультатный Здесь Оффсайд Правильно Что не взял Неймар мяч А то бы мы Вообще Его Упустили Хорош Серхио Хорош Неймар Тиаго Сильва А Тиаго Сильва Был в Барселоне Или нет Я вот сейчас Со своим знанием Футбольных команд Могу По-моему Не было Не был Я вот честно Я не слежу За футболом Так как вы А с этого года Я за ним Вообще Практически Не слежу Поэтому Вот я Ни хрена Не знаю Я летом Старался Точнее Нет Не старался А насиловал Себя И старался Смотреть футбольные матчи Что такое было То есть Сиригу Даже не отреагировал На этот удар Он просто Он тупо Не отреагировал И так Роберто Роберто Иньеста Ну Иньеста Че он Маленький У него рост Приблизительно Как у Месси Давайте попробуем За Нет За Пике Хотел пробить Пике любит Идти в атаку Я это наблюдал Ну просто Рандомно включил телек А там Барселона С кем-то играет И я видел Что Воу Вот это Хорош Удар И я видел И я видел И я видел Пике Идет в центр Поля Либо еще Куда-то Я искренне Надеюсь Что Трибуны Не перекрывают Мой голос Искренне Вот Ну здесь Лавеси Лох Далее Роберто На Иньеста Это Иньеста Забил Да Ну слушайте Он любит Это Я не знаю Это круче Кстати Макс Если ты смотришь С этого момента Смотри Иньеста Тоже любит При ударе Нагибаться Это Вот Из того челленджа Если вы не смотрели Посмотрите Там Единственный Там два Крутых удара В девятку Уже заспойлерил Вот И первый удар Был в правую девятку С Так скажем Как сказать правильно Сейчас Секунду В общем Мяч Находился В движении Вот И я Тоже так же Ну не так же Но Приблизительно Так же Пробил И тоже Нагнулся Немножко Ну удар Нет Это удар Крученый Хороший удар И смотрите Когда мяч Черно-белый Делай Кажется Что реально Как будто Все удары Это какие-то Наколболы Невероятные Так Я не боюсь Подождите Он в самую девятку Да Ну Это Это классно Еще раз Посмотрю Мне интересно Не то Какой удар Красивый Или нет А то Куда Он Собственно говоря Попал В самую девятку Ротарь Полный Лох Я вам скажу Ну Мне кажется Он не ожидал Потому что Тут смотрите Тут Что Тут Четыре Защитника И как бы Ну пусть они там Решают Я тут Почили Попью Что-нибудь Ну слушайте Если я так же Буду играть Немного лучше То Нам как раз Один гол забили Уже То Забиваем еще Три И В принципе Мы выполнили Наш челлендж О котором я даже Не упоминал В начале видео То есть я не говорил Что это будет челлендж Вот Но Неймар Неймар Давай Давай Надо было пас отдавать На Алексиса Но Неймар Пробивает Мне кажется Даже врата Там не затащили Вот смотрите Еще раз Можно было На Алексиса А Алексис Уже был на пустые Он даже просил Мяч Но Неймар Он нападающий Вот Опять Опять Это Искусство Ты скажем Определенный Шарм Шарм Черно-белого Мяча Стандартного То есть он Выглядит вообще Классно Классно Мне нравится Сейчас еще раз Ну и после видоса Я вам покажу Газетку Футбол Ноу пиар Так сказать Не реклама Просто покажу Газетку Это Еще раз повторю Я Семнадцать Шестнадцать Семнадцать Сезон Так А шестнадцать Семнадцать Это был уже Семнадцатый Год Значит мне было Уже тогда Пятнадцать лет Я ее купил Ну попросил у мамы Купить мне эту газетку Футбол Ну типа футбол Круто Я же типа там Футболом увлекаюсь Хотя я тогда Даже в футбольные Симуляторы не играл А на футбольное поле Выходил Ну иногда Ну не сейчас Не так часто Как сейчас Я выхожу Вообще иногда А это у нас Был семнадцатый Год Так если мне было Пятнадцать лет Значит это у нас Был Нет Это был восьмой Класс Я учился в восьмом Классе Нет Вам я понимаю Что плевать Это я для себя Так вспоминаю Когда я купил Впервые этот Журнал Потом я Через два Купил пару Пару Журналов И забил На это дело В девятнадцатом году Тоже парочку Купил И тоже забил Ну потому что Я их не читал Покупал для галочки Для виду Но четыре журнала Они не помешают Кстати там Рассказывается О Мбапе Который Тогда еще играл В Монако То есть Топ самых Перспективных Футболистов Вот И в той же В том же Журнале Рассказывается Как раз О том Что Не круто То что Побеждать Барселону Дома 4-0 Это круто Но хреново Проигрывать им На Компноу 6-1 Когда вы уже Ведете 4-0 На секундочку Вот Кстати Как это всегда бывает Чаще всего бывает У нас же Футбол Какой Пасек В реальности Не как Все там Пасеки Пасеки Аккуратненько Осторожненько Вот А поэтому Все Голы Оставшиеся Ну Большинство Голов Были Под 80-е Под 90-е Минуты Так же Как и Матч Сейчас вспомню Зенит И Там по-моему Динамо Минск Что ли Я уже не помню 8-1 В общем Зенит выиграл Там потом Дзюба Типа Это сезон 18-19 Лига Европы Вроде Типа там Зюба Сказал Зенит Мы показали Что Типа Зенит Есть Зенит Или как-то так Он сказал Я уже не помню Вот Типа Зенит Круто Все дела Вот Но Все Голы Там по-моему 2-1 Зенит Вел По-моему Даже первым Вы это можете Посмотреть на Матч ТВ Конечно же Я сейчас Напутаю Всякой фигни Наговорю Потом скажете Неправильно Сказал Вот так Все было На самом деле Вот Но В общем Зенит Там Белорусы Расслабились Ну там Не все Белорусы Просто я Утрирую Белорусы Расслабились И В конце Матча Им там Накидали Уже Оставшуюся Часть Голов По-моему Больше половины Им накидали Уже в конце Второго тайма Итак Нахера Надо было делать Финт Месси Ну тут уход Ну и просто Прострел Да вот мы говорим Неймару Беги в центр Мы тебе говорим Неймар давай В центр Месси Ну это Месси Залошарил Это Месси Ну мы тут Я не знаю По-моему В 16-17 Сезоне А нет Подождите Насчет Ибрагимовича Еще не Ну дайте Неймару пробить Там Пенка Да Пенка 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 Могу ошибаться Либо он Еще находился В ПСЖ Вот Ну Подождите Его где Толкнули Я не знаю Как считается Это Компьютер Но Если мы посмотрим То удар Был ближе Но мы попробуем Также за Месси Зарешать Наколболом Его Вот В правый Угол И это Это уже Мимо ворот Потому что Я сделал Очень Хреново Потому что Я сделал Очень Быстро Провел По мячу Да Это был Очень хреновый Удар Месси Такие Не забивает У него Все Практически В 9 В 8 Максимум В 7 Вот Почему-то Барселона Не То есть Перестала Прессинговать Хотя Установки Прессинговать Здесь Дать невозможно Но По крайней мере Она должна Располагаться На стороне Соперников Всегда Барселона Всегда Должна Так делать Ну Мои Команды За которые Что Алексис Команды За которые Я играю Они должны Нагибать Натягивать И Остальные Пошлости С соперником Производить Вот Поэтому Опять Пике В атаке Опять Пике В атаке Я хотел За Пике Но ладно Окей Потому что Пике Это не Месси Он В 9 Забивать Не будет Месси Это был Мощный удар Но Не точно Я даже Посмотрю Как он там Я хочу Посмотреть Траекторию Меча И Нет Там Вратарь Мог Зарешать Алвес Вверх Выиграть Обязательно Месси Здесь Не успевает Пике Хорошо С Иброй Но Маскирано Просирает Момент И Лавеси Бежит К нашим Воротам Так Кто-нибудь Вызов А почему Когда я играю За вратаря Я не могу Сделать вызов Второго Защитника Чтобы Я например Чтобы защитник Прессинговал Нападающего А я Тем временем Закрывал Угол Вот это Недоработка FIFA 14 Вот это Мы нашли Косяк Спустя Спустя Сколько лет Получается FIFA 13 13 Подождите FIFA 14 13 14 FIFA 20 FIFA 19 То есть 13 Год Спустя 6 лет Нашли Косяк Браво Браво Ну это У нас Мобильная Версия Поэтому Это Вообще FIFA 9 Кстати FIFA 09 Была Не Такой Она Была Попроще Не Намного Но Попроще И Анимации Были Тоже Попроще А Дизайн Взяли Из 14 FIFA И Вот Эти Анимации Анимации С 9 Но Анимации Когда Игроки Выходят На поле И так далее И с 14 Опять Машина Проехала Видимо Гуманитарная Помощь Для Италии И Америки Поняли Шутку Ну Вот Видите Они Встали Там И Все И Не Хотят Играть Больше Нет Все Мы Так Не Сможем Забить Еще Два Гола Нам Нужно От Контратаки Нахер Отказываться Вот И Подключение Третьего Я думаю Тоже Нам Не Столь Важно Вот Поэтому Нам Нужно Два Гола Еще Забить Минимум Чтобы Ну Типа 6 1 Как В те Самые Времена Когда ПСЖ Обосрался Вот Коротышка А коротышка Не справился Возможно У меня В подписчиках Есть Вероятно Фанаты Месси Нет Надо Было В другую Сторон Уходить Перспективный Удар Поворотом Но Говно Вот У нас Тут Даже Потери И Дыры В защите Образуется Подожди Нет Надо думать О заменах Потому что Потому что Надо думать О заменах Месси У нас Не заменим Как мы знаем Да Но Хави И Иньеста Заменим Ну и Также Защита Места Маскирана Мы Пике Хоть и устал Но он Не заменим А Маскирану Пусть Идет И отдыхает Залечивает Что-то там себе И вместо него Выйдет уже Пожилой Пуёль По-моему Это был последний сезон В карьере У Пуёль Могу ошибаться Повторяюсь Так Месси Неймар Давай Нет Не надо было Паста крана Отдавать Не надо было Ибра Ну тут Подкат Алвес Сюда Маскирана Опять Маскирана Просирает момент Вальдес Вальдес Тоже просрал момент Мне кстати интересно Вот Маскирана Ну уже Пуёль Это тоже Бак Фифы Представим Что это Маскирана Маскирана Здесь Кстати Игра рукой Незамеченная Судьёй И смотрите Маскирана Такой Что такое Мяч должен быть Здесь А потом А уже поздно Кстати Мне кажется Лучше бы надо было Крутить В правый угол Но Лавеси Предпочёл Бить в левый И тем самым Хороший уход А вот уже Потом Удар А там Не сейв Нет Нет там Не сейв 4 минуты Вряд ли Получится Забить Ещё Два Мяча Но по крайней Мере Один Стоит Попытаться Месси Неймар Беги в центр Пожалуйста Пожалуйста Беги Но здесь Неймара Нету Поэтому Месси Ждёт Когда Кто-нибудь Так Фабрикас Окей И это шанс Хотя бы На хороший Плотный Удар Я надеялся Но Фабрикас Я не знаю Какая у него Нога Там 5 собак Лает Не знаю Какая у него Нога Рабочая Вот Вспомнил Слово Наконец-то Но Пробил он Крайне Хреново Итак Неймар Кручёный Вот Неймара Умеет Бить Такие Не знаю Несмотря на Его рост Собака Меня Бесит Несмотря на Его рост Как у меня По-моему Нет У меня 73 У него 75 Вот Несмотря на Его рост Он бьёт Такие Классные Удары Но Здесь К сожалению К сожалению Мимо Не туда Куда хотелось Мне забить И это Это уже всё Это 4-1 Это хороший Матч Вспоминаем На какой Сложности Я играю Очень много Я отвлекался В сегодняшней Игре Вот Но 4-1 Это достойно Это Это можно Приближать К разгрому Практически И это 5-1 Это 5-1 Послушайте Немножко Трибуны Они Кричат Руслан Чемпион Алексис Молодец Здесь Не отчаялся Продолжил Играть дальше Пробросил Здесь Хороший Пас В центр И А кто Защитником был Защитником был Как раз Тьягоси У которого Нет фейса У которого Рандомный Фейс Такой же Как и у Так У Казимира Такой фейс И у Марсела Прикольный Удар По-моему Рабочая нога У Неймара Правая Он пробил Левый Неплохо Красивый Удар Хоть он и близко Но он все равно Красивый Вот сейчас Смотрите Неймар И там Месси Бежит Его поздравлять Вау Классно Классно Вот вам Общий план Всей команды Так Сколько Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь День Не понял А где еще Десятый Подождите А где Десятый У нас Игрок пропал Ха Вот смотрите Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь День А где Десятый Игрок Весело Вот Вот это Весело Конечно Так Четыре Пять Шесть Семь А вот На схеме Уже Десять Окей Ну все Свести Свести Пожалуйста Нет Ну только Не под конец Не надо Портить мне Малину Пожалуйста Вальдес Ну Плохо Слушайте Мне понравилось Как они так Быстро Разыграли Ибра Здесь у нас Конечно же Два Дебила Дегенераты Я бы сказал Даже стоят Ну и Лавеси Здесь Раз Ну почти Это его Любимая Штанга Я так понял Да Вот Ну давай Свести Судья Пожалуйста Ну или Да Возможность Мне еще Шестой Забить Неймар Здесь Можно попробовать Навес Я бы еще Смог Попытаться Там что-то Сделать Если бы Не Вот этот Вот Прекраснейший Прекраснейший Ну вы поняли О чем я имею ввиду Прекраснейший Судья Можно посмотреть Сведения о матче Здесь голы 5-1 Всего ударов 13-6 Ударов Поворотом 11 У них 4 Отборы Меча 49-43 Ну окей Нарушение 0-5 Кажетчики 0-0 Угловые 2 У них 0 Алсайды По нулям Точность Пасов У меня Была Преомерзительная Учитывая Что играю За Титулованный Клуб У Которых У игроков Которого Вот этого Вот клуба Точность Пасов Примерно 93 Плюс Ну По-моему Я так думаю Вот Владимир Мечом Почему-то Я дал Инициативу ПСЖ Но в принципе На счете Это не Отреагировало Вот Я Круто Сыграл Я Молодец Стоплась Просто Вот Тьфу Сейчас на авторские Попаду Убираем музыку Вот Ну и все Ребят В принципе С вами был Русский ФПС Что-то мне даже Неохота Показывать вам Журнал Хочу уже Просто Ладно Придется Немножко Помонтировать Вот Сейчас Заканчиваем Вот Всем пока В общем Я пойду Искать журнал Всем пока А вот И тот Журнал А Кстати Ростов Сейчас Я Слушайте Если я включу Вспышку Будет Лучше Или Нет Окей Ну Более-менее Норм 1860 Нормально Класс Что-то хреново Снимает Последнее время Окей Вот Ростов В одной Я так понимаю Восьмой Как раз таки Мата забивает Кудряшов Блин Что такое На ултрафарте Матч проходил Пальчики Вот И вот он Париж в огне Как ПСЖ Выходит из депрессии Как оказалось Не страшно Проиграть Барселуане 1.6 накомпнул Вот Ну и Здесь Эмири Которого потом Выгнали Нахер из ПСЖ Вот здесь Можно посмотреть Кстати таблицу Монако Что я сейчас Показал пальцем Монако Который Лидировал И по-моему В том сезоне Он дошел Так 16-17 Это да У нас По-моему Он тогда еще И выиграл Сити Ну Мансити Вот Бастия Прикольный Клуб Дишон Но они Всегда внизу Вот Кстати Потом Монако Сливал Дижону 1.0 Там еще 3.0 Даже по-моему Слил Не помню Сколько Там уже Вот Так Ну и Монако Опережает ПСЖ на Три очка Целых Ну и Мбапе Где там Нету Этих Как его Бомбардиров Бомбардиров Нету Вот Ну и все И Тот Монако По-моему Дошел До 1.8 ЛЧ А в следующем Сезоне 17-18 Он по-моему Взял Второе место Я не знаю Вы потом В комментах Из-за чего Мне напишите В общем Я не знаю Что-то с камерой И тоже Херня какая-то Не хочется Фокусироваться В общем Все Кто досмотрел Доказа Можете написать В комментах Что-нибудь Подписаться На канал Еще раз говорю Лайки Там Вот Все Всем пока А Не расходимся Вот Еще Вот она 90 минут Футбол Кто сейчас Самый многообещающий Форвард Седьмая страница Можно зайти И посотреть Посотреть А Ну еще Топ 5 тренеров Которые Хреново Играют Так Вот еще Бавария Против Так Арсенал Бавария Далее Реал Неаполь Почему Неаполь Если Наполе Ну окей Барусия Бенфика Четыре Вот Барселона ПСЖ 6-1 Стадион 96290 Зрителей Пипец А Можно посмотреть Голы Голы 1-0 Суарес Курзава Или Курзава 3-0 Потом 3-0 Месси Четвертый Гол Свои ворота Кто-то забил Потом Месси же забил Пятый с пенальти Потом Кавани Отыгрывается Когда Счет был 3-1 4-1 Неймар Вот видите Неймар На 88-й Минуте Четвертый Забивает Пятый Неймар Забивает На 90-й И Роберто Забивает На 90-й Третий Мяч Говорю уже После То есть Большинство Голов Было Во втором Тайме И под Конец Вот еще Лукако В Эвертоне Был Лукако Вот Ну и Седьмая Страница Сейчас Мне что-то Даже Самому Интересно Стало Посмотреть Но Почему-то Почему-то Седьмой Страницы Я не Вот Сокровищем Монако Кто сейчас Самый Многообещающий Форвард Франции Вот Кстати ФН Первая Победа Балтики Лучшая Лига Мира Вот Это Спартак 2 Я так понимаю Вот Ну и Вот Мбаппе 18-летний Конкурент И в общем Прикольная Газета была Особенно Когда ты Ее открываешь Примерно Через 3 Ну или 4 года Если по сезону 16-17 Это 3 А по годам Это 4 года Классно 3 Ну в общем Все Всем пока Вот Может еще Обложку найду Сейчас Еще не пока В общем Что-то Журнал Найти Сам Саму Эту Вот Так скажем Не получилось Кстати Вон Зюба Сигнал Тревоги О чем Беспокоится Сборная Россия Перед Контрольными Матчами С Коди Варом Бельгией Не Ну Классно Классно Особенно Ари в Локомотиве Прикольно Смотреть Через Несколько Лет Кстати Подольский Про которого Я кстати Делал Видео Самый сильный Игрок Ну Самый сильный Так как он По моему Рекорд Самого сильного Удара Принадлежит Сейчас ему Вот Мистенс Я не знаю Сейчас он в Наполе Или нет В общем Ребят Все Я уже Не буду искать Ну Может найду Еще там Вот Саму Открытку В общем Всем пока Вааааа Субтитры создавал DimaTorzok